Искренне надеюсь, что этим выпуском программы «Больше добрых дел» мы сможем помочь ребятам из 11-й школы города Керчь реализовать интересную и важную социальную практику, в которой они хотят воплотить мечту своего товарища. Подробнее об этом расскажет их педагог, Большая Елена Николаевна. Я классный руководитель 6-го Б-класса школы номер 11 города Керчь. Это уникальный город с прекрасной военной историей и с прекрасными людьми. Надо сказать, что наш класс участвует во всероссийском проекте «Кинок России» уже второй год. Мы не первый год уже участвуем. Ну, еще надо сказать, что у нас участвует практически вся школа, особенно малыши. И хочется здесь отметить первый Б, второй Б и третий А-классы. Надо сказать, что ребята с большим удовольствием и желанием смотрят фильмы. Каждый ребенок класса потом участвует в обсуждении и вносит свой вклад в банк идей практик. У нас ребята составили график фильмов по месяцам и уже сами следят за тем, чтобы вовремя был написан отчет. И, значит, каждая практика должна иметь свою изюминку. Они не хотят, чтобы это повторялось. То есть ни одними рисунками, поделками, уборкой территории заканчивались наши отчеты. Должно быть что-то каждый раз новенькое. Каждый фильм, он, конечно, понимает не какую-то одну конкретную проблему, а затрагивает различные грани человеческих отношений. Девизом вот этого проекта для ребят является то, что они понимают, что именно они будут строителями своей будущей жизни. От них будет зависеть, как будут жить их семьи будущие. Ведь не все ребята уедут из этого города, а многие останутся. А, значит, им не безразлична судьба их любимых людей, родителей, их бабушек и дедушек. И вот такое осознание приходит, поскольку мы сразу договорились, что фильмы, которые просматривают эти ребята, они взяты не просто так, это какой-то вымысел, а что это реальные истории реальных людей. А, значит, приходит понимание, что каждый из нас может внести свой посильный вклад и сделать мир лучше. А направлений, где можно реализовать себя, ну, самое широкое, огромное множество. Они понимают, что своими ответственными поступками каждый из нас может повлиять на судьбу отдельных людей, природы страны. Благодаря фильмам ребята становятся более дружными и, наверное, самое главное, толерантными по отношению друг к другу и, главное, к окружающим. После просмотра фильма «Там, где мечтают медведи», у нас один из ребят, он предложил взять шефство над инвалидом детства. Школа находится в микрорайоне и, естественно, что в нашей школе обучаются дети с ограниченными возможностями. И вот мальчик один, он уже закончил школу, живет в нашем микрорайоне. Ребята давно с ним общаются, общается не только это поколение, но и ребята чуть-чуть постарше, потому что мальчику 27 лет. И с хождением в Российской Федерации, место захоронения. Семья давно имела бумажечку, которая пришла еще в 1943 году, где было написано, что их Сашин прадед, так зовут этого мальчика, молодого парня, он пришло извещение, что без вести пропавший. И вот когда мы вошли в состав Российской Федерации и были открыты доступ к архивам, все дружно решили ему помочь. В чем? У него была и есть мечта пройти с портретом прадеда. В народном, вот это народное шествие. Особенно его, конечно, поразила тогда Владимир Владимирович Путин, который шел с портретом своего отца. Не ожидая, мы написали в архивы, и Саше пришла бумага, где действительно выяснилось, что его прадед погиб под Ржевом. Но у него такая стала мечта, у этого парня, он инвалид детства, колясочек, сам не может передвигаться, побывать когда-нибудь на могиле своего прадеда. И вот после вот этого фильма ребята опять загорелись. Я не знаю, что они будут придумывать, но они очень хотят, чтобы, я не знаю, что это будет. Как в «Белом цветке», мы тоже принимали участие, собирали деньги для передачи деткам, которые нуждаются в этом. Я не знаю, что они еще придумают, но они очень хотят, чтобы Сашина мечта осуществилась. И он когда-нибудь съездил и посетил место захоронения. Причем на памятнике в селе Полунино выбита фамилия прадеда, и указано, пришли все бумаги, подтверждающие, что его прадед действительно погиб под Ржевом. Ну, это вот наша будущая разработка, и мы обязательно это дело доведем до конца. Елена Николаевна, спасибо большое за такую обратную связь, за такое рвение, такой оптимизм в той работе, которую вы делаете. Очень здорово слышать, что ребята самостоятельно придумывают и следят за выполнением практик, за публикацией отчетов. И вот пришла мысль, вы рассказывали про выполнение мечты, а может быть, можно обратиться к кому-то из органов управления, администрации или муниципального образования, для того, чтобы они смогли посодействовать ребятам все-таки, выполнить мечту и как-то доставить, перевести мальчика. Это было бы очень здорово. Мы об этом думали. Это было бы очень здорово. Действительно, это не такие большие средства для того, чтобы организовать поездку этого молодого парня, который столько приложил усилий. Он целый год, мы все писали, у него есть на руках все-все документы, но его болезнь, конечно, прогрессирует. И тут, во-первых, нельзя терять время. И хотелось бы кому-то обратиться. К сожалению, коронавирусная инфекция, она просто остановила два года, что мы не можем ничего сделать. Но мы бы очень хотели, чтобы каким-то образом видеопосещение онлайн этого музея, открытого в Оржеве, но чтобы этот праправнук, правнук, да, не праправнук, а правнук, чтобы он действительно смог, причем такая красивая фамилия Иванов, Ивановых на Руси много. И, конечно, бы хотелось, чтобы этот молодой парень посетил могилу своего прадеда. Елена Николаевна, благодарю вас за эту информацию. Прошу вас прислать на почту нам подробнее о мальчике, о том, где это находится. Мы со своей стороны попробуем обратиться за поддержкой, найти тех людей, которые бы смогли помочь ребятам организовать социальную практику и выполнить эту мечту. Действительно, это очень сильно правильно, и давайте сделаем это вместе. Давайте. Он просто хочет возложить галаздики на могилу своего прадеда и всех защитников, друзей его прадеда, которые лежат в этой братской могиле. Да. Хорошо. Елена Николаевна, спасибо большое. Я передаю большое глубокое уважение и привет вашему коллективу, как педагогическому, так и классному, да, за те практики, которые вы делаете. Спасибо большое. За то, что вы чтите, помните и подходите неформально к реализации социальных практик. Это действительно очень ценно, и ваш опыт, я уверен, сможет побудить и подвигнуть многих других педагогов в реализации таких добрых дел. Вот напоследок, в завершении нашего сегодняшнего эфира записи, какие-нибудь пожелания или советы тем педагогам, которые уже занимаются по проекту или еще только планируют начать? Что бы вы могли передать и пожелать? Наверное, начать просто смотреть фильмы, знать, что это действительно реальные истории, начать их обсуждать, и мы просто тогда, они начнут достукиваться до каждого ребенка. Каждый ребенок в каком-то фильме будет находить вот что-то, какую-то свою такую грань, какое-то свое, что у каждого ребеночка йокнет, и он скажет, вот, а вот это я слышал, а вот это я видел, а вот это можно, а вот это надо сделать. И каждый чуть-чуть просто пофантазирует, и в результате будет какое-то шикарное большое дело. Даже если кому-то поможем, где-то что-то сделаем, уберем, самое главное, что все это останется с ними, и это поможет им, их будущим семьям, и их близким и родным людям. Елена Николаевна, нисколечки нет сомнений в ваших словах и пожеланиях, это действительно будет так, и никакой пандемии, коронавирус не будет для нас преградой, для совершения этих добрых дел. Спасибо большое, очень рад, что нам все-таки удалось восстановить связь, несмотря на трудности и проблемы, они нас делают только сильнее, вот, и сплоченнее. Благодарю вас, желаю вам успехов. Спасибо, да, спасибо. И просто еще хочется сказать, что сегодня 3 декабря, Всемирный день инвалидов, и вот пользуясь таким случаем, хочется пожелать всем людям с ограниченными возможностями здоровья, друзей, благополучия всеми, чтобы государство проявляло к ним как можно больше внимания. Ну и мы люди, конечно, со своими добрыми делами, параллельно вместе с государством. Благодарю вас, всего доброго, до связи. До свидания. Уважаемые зрители, давайте вместе поможем ребятам сделать такое замечательное доброе дело, придадим этой информации больше внимания, делитесь своими комментариями, советами о том, как можно было бы решить данную задачу, и, в принципе, внимание к этому видео поможет ребятам решить вопросы с привлечением ресурсов и заинтересованных людей к тому вопросу, который они перед собой поставили. Мы, учащиеся в городе Керчи, школа номер 11. Принимаем участие в всероссийской акции «Киноуроки». Здравствуйте. Мы сегодня в гостях у Иванова Александра. Это наш друг, с которым учащиеся 11-й школы дружат уже на протяжении многих лет. Историю нашей дружбы расскажет, наверное, сам Александр. И что в результате этой дружбы получилось? Он очень хотел бы, чтобы в деревню Полунино, где погиб его прадед, была отправлена фотография его прадеда. Он хотел бы возложить именной венок. У Саши есть мечта? Он ее озвучит сам. Учащиеся 11-й школы обращаются к вам с просьбой помочь Саше осуществить свою мечту. К организаторам всероссийской акции «Киноуроки в школах России». Спасибо большое. Меня зовут Иванов Александр. Я учился в 11-й школе. И теперь я поддерживаю дружбу с школьниками своей родной школы. Я вместе с ребятами написал письмо в Министерство обороны России, чтобы узнать о своем прадедушке. Я получил ответы в ходе поисков. Я узнал, что мой прадедушка не пропал без вести, а погиб в июне 42-го года в деревне Полунино под Ржевом. И там находятся его останки. Я очень хотел бы передать портрет своего дедушки в музей в деревне Полунино и возложить венок отправлен ко своему прадедушке. И хотел бы, чтобы у меня была в личном архиве фотография с выбитыми на мемориале инициалами моего прадедушки. Большое спасибо. Я очень надеюсь, что вы поможете осуществить мою мечту. Субтитры создавал DimaTorzok